На сегодняшний момент в Беларуси действует система государственно-общественных институтов по защите и поощрению различных категорий прав человека. По нашему мнению, наличие институтов, деятельность которых сфокусирована на отдельных правах, позволяет государству и обществу более четко обозначать и реализовать приоритеты в области прав человека, обеспечивать естественное развитие различных категорий прав в соответствии с потребностями общества. Действующий в Беларуси механизм государственно-общественного взаимодействия в сфере прав человека может быть и не идеален, однако в целом эффективен и оправдывает свое предназначение. Господин председатель, я хотел бы остановиться на основных направлениях государственной политики в сфере поощрения и защиты прав человека. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. В Беларуси сохраняется смертная казнь. Вместе с тем, она применяется в полном соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах и носит временный и исключительный характер. Применяется только за самое тяжелое преступление. Более того, в Беларуси действуют более жесткие ограничения на ее применение, чем те, которые предусмотрены международным правом. Смертная казнь не может быть назначена лицам до 18 лет, лицам старше 65 лет, женщинам. К лицам, признанным недееспособными, приговор к смертной казни в исполнение не приводится. Вопрос применения смертной казни находится в постоянном поле зрения государства. С 2012 года возобновила свою работу парламентская группа по изучению данного вопроса. При этом большое значение уделяется вопросу формирования общественного мнения в пользу постепенного введения моратория на смертную казнь. На сегодняшний день опросы общественного мнения показывают, что около 70% респондентов выступают за сохранение данного вида наказания в стране. В 2015 году в уголовный процесс введен институт досудебного соглашения, который в предусмотренных законодательством случаях сотрудничество подозреваемых или обвиняемых со следствием позволяет заменить смертную казнь пожизненным заключением. Все задержанные и заключенные под стражу осужденные имеют свободный доступ к судебному разбирательству. Индикатором эффективности судебной системы доверия граждан к ней является устойчивый рост объемов обращений в суды с жалобами об изменении меры пресечения. Обеспечен государственно-общественный контроль за соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Наряду с органами прокуратуры доступ в пенитенциарные учреждения имеют общественные наблюдательные комиссии. В 2014 году общественные организации провели социологический опрос среди заключенных, чтобы изучить условия их содержания. В 2015 году в уголовное законодательство введено понятие «пытка» в полном соответствии с требованиями Конвенции против пыток, что позволит более эффективно рассматривать жалобы, касающиеся неправомерных действий в отношении лишенных свободы. Для улучшения условий содержания в местах лишения свободы проводится работа по реконструкции мест содержания под стражей. Вместе с тем это направление требует серьезных финансовых затрат и поэтому не может быть осуществлено одномоментно.